друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзор гаджетов и мобильных устройств и герой сегодняшнего обзора это обновленная версия redmi note 8 от компании сяоми 2021 года визуально телефон практически не изменился ну а под капотом у нас поселился mediatek g85 вместо заслуженного snapdragon 665 хорошо это или плохо но здесь как посмотреть g85 не самый современный процессор но тем не менее показывает довольно сносные результаты как в играх так и в повседневе snapdragon 665 довольно старое устройство гораздо старее чем g85 поэтому справедливо что она отправилась на покой но к сожалению здесь не так много обновлений за исключением процессора у нас не появилась экрана 90 герц не появился стереозвук в общем обновление довольно спорная до телефончик смотрится все еще неплохо у нас стеклянная тыльная поверхность фронтальная телефончик довольно тонкий хотя и увесистый 190 грамм но не так много устройств на текущий момент времени с экранами меньше шести с половиной дюймов здесь у нас 6 и 3 дюйма и телефон смотрится довольно компактно надо сказать и неплохо лежит в руке телефон работает неплохо у меня версия 4 128 здесь у нас миюай 12 5 на 11 андроиде у нас здесь двухдиапазонный модуль вайфай bluetooth версии 52 а вот чего нету так это модуля nfc его здесь не завезли и для многих это может оказаться действительно критичным потому что все привыкли во время пандемии расплачиваться именно телефоном они деньгами и не лазить лишний раз в кошелек что же у нас по производительности как уже сказал g85 он чуть шустрее чем snapdragon 665 ну и результаты закономерно лучше давайте посмотрим на тест антуту 190 тысяч попугайчиков и это действительно неплохой результат хотя для 21 года конечно хотелось бы чуть больше жалко что здесь всего лишь 4 гига оперативки хотелось бы ну хотя бы 6 тогда здесь мы видели бы точно больше 200 тысяч порядка 200 10 215 ну а так всего лишь 190 в тесте гиг бенч мы получили практический результат который показывал нам snapdragon 350 на 1 ядро и 1315 на все 8 здесь в этом тесте недалеко от же 85 ушел от snapdragon что касается внутреннего накопителя опять-таки не самые высокие скорости здесь у нас еммц шка хотя и 128 гиг но к сожалению скорости довольно грустные 225 мы получаем на запись и порядка 300 на чтение в общем двадцать первом году когда даже в бюджетках юфс очки с довольно неплохими скоростями здесь к сожалению результат не очень радует а вот с точки зрения gps здесь все прекрасно очень высокая точность один метр и в использовании 25 спутников практически все они в зеленой зоне и я в очередной раз убеждаюсь что мтк в последнее время в плане gps модулей зачастую оказывается даже чуть впереди по сравнению со снапдрэгами а ведь буквально несколько лет назад ситуация была обратная и многие мтк шки очень с большим трудом подключались gps но вот время идет и собственно говоря сейчас мтк действительно показывают одни из лучших результатов именно в плане gps но что касается игровой производительности g85 это не самый навороченный процессор но тем не менее в линейке мтк он под буковкой g соответственно игровой и здесь без проблем вы и в паб джи поиграйте и в асфальт и в car x и в call of duty в общем во все ваши любимые игрушки понятное дело что не на максимальных настройках но на средних вполне себе вот и я поиграл в car x без всяких проблем car x шло на средних настройках без всяких намеков на лаги и тормоза давайте посмотрим мтк в общем как я и сказал никаких вопросов у меня не возникло что касается связи здесь у нас две симки поддерживаются и я использовал мегафон и ростелеком сейчас я нахожусь на даче и надо сказать что неплохо справляется телефончик с плохим приемом у меня не самые скажем так лучший прием вышки далеко и если в мегафон у меня ловил lte то ростелеком то и дело вываливался на 3g но по голосовой связи вообще вопросов никаких не возникало все очень четко очень классно слуховой динамик порадовал громкостью а вот основной динамик несмотря на то что довольно качественный не самый громкий да вы не пропустите скажем так звонок если телефон будет лежать рядом с вами либо у вас в кармане но если вы будете находиться в соседнем помещении то не факт что его услышите в общем по громкости основного звонка есть вопросы динамик не самый громкий вообще телефончик оставляет такие смешанные чувства здесь у нас абсолютно не поменялось батареи 4000 миллиампер как было раньше так и сейчас ну и если 23 года назад 4000 миллиампер считалось достаточно большой батарейкой то сейчас везде практически 5000 миллиампер и 4000 зачастую может не хватать если вы будете играть в игрушки то очень быстро батарея будет заканчиваться несмотря на то что экран здесь 6 и 3 дюйма не шесть с половиной как в нынешних смартфонах но тем не менее выжирается он довольно таки шустро где-то порядка пяти пяти с половиной часов экранного времени в игрушках вы сможете получить но мне хватало телефона на полтора дня в моем стандартном режиме использования это соцсети это youtube это фото видео это интернет и звонки с смскими в игрушки я не играю но больше полутора дней к сожалению ну вот никак до двух дней у меня он дотянул буквально единожды когда я практически им не пользовался по нагреву ничего сказать не могу не сильно он греется но повторюсь в игре и особо не играю поэтому для меня это не проблема но зато мне нравится как телефон лежит в руке ну а что касается камеры что же касается фото модуля здесь все неплохо надо сказать что на улице я получал действительно шикарнейшие фотки все что касается цветов растений вы действительно сможете получить прекрасное качество фото и этот модуль уже не впервые мы видим на телефонах ну на сяоми вских а он сплошь да рядом стоит 48 мегапикселей и действительно показывает хорошие результаты но вот что касается видео здесь к сожалению лимитировано все g85 который не умеет снимать кроме как full hd 30 кадров благо имеется электронная стабилизация хотя она если честно довольно сильно крадет качество картинки но в общем чтобы не быть голословным давайте посмотрим на примеры фото и видео которые сделал и вы все сами поймете а Редми Note 8 Pro 2021 Съемка на улице, Full HD 30 кадров в секунду Присутствует электронная стабилизация И сейчас я иду по кочкам, по траве, по грядкам И вот такая вот картиночка получается Не могу сказать, что прям идеально плавная Но довольно неплохо Ну а качество картинки здесь уже судить вам На мой взгляд, получается несколько перешарплено Ну и немножко, скажем так, чересчур вычурно яркие цвета Но это традиционно для телефончиков Xiaomi Ну и вообще многих китайских телефонов Они любят вот такие вот вырви глаз цвета Но в общем и целом, как мне кажется, неплохо Ну и на фронтальную камеру мы можем писать тоже 1080p 30 кадров в секунду Вот такая вот картиночка получается Единственное, что не очень широкий угол на фронтальной камере И приходится довольно далеко отставлять руки Чтобы можно было себя заснять Вот это вот сейчас максимум, насколько я смог отставить руки И не могу сказать, что очень широкий угол захватывает этот модуль Вот такое качество картинки нас ожидает на улице В погожий яркий солнечный день и такое качество звука В общем, как я и говорил, по фото у меня никаких претензий Все очень четко, ярко и сочно А вот видео, да, видео это не конек этого телефона Но в очередной раз не устаю повторять, что если вы хотите хорошее качество видео С хорошей стабилизацией, то вам нужно покупать телефоны за 30-35 тысяч и выше Желательно с оптической стабилизацией Что можно сказать и как резюмировать С одной стороны, телефон-то неплохой, но мы его уже видели почти три года назад Два с половиной, если быть точным Он практически не изменился По железу, да, немножко начинка у нас поменялась Но по сути телефон остался тем же самым Никаких у нас здесь новшеств не появилось Ни 90 Гц, ни стерео, даже модуля NFC здесь не завезли И стоит ли отдавать за этот телефон 15 тысяч рублей В частности за версию 4128 Ну, я не думаю Если вам нужен компактный телефон Небольшой, с небольшим экраном То, наверное, можно подумать Но я бы все-таки, наверное, присмотрелся к телефончикам от Realme Либо Oppo В эти деньги вы сможете купить более производительные решения Да еще и с экранами 90 Гц В общем, это мое мнение Ну, а если вам телефон нравится Классно, замечательно Он неплохой Просто не про меня Ну, что ж, друзья Буду заканчивать Надеюсь, вам понравилось Обязательно поставьте лайк этому видео Ну, и подпишитесь на канал, если еще не подписаны Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Я буду прощаться С вами был Айс Все